Здравствуйте! Как обычно, в конце рабочей недели подводим информационные итоги. О самых значимых событиях расскажу вам я, Полина Попенец. В начале выпуска коротко о главных темах. Измерить температуру, а уже потом отдать свой голос. Пожалуйста, поблагодарю. В избирательных участках региона готовится к голосованию по поправкам в Конституцию. Пробок не будет. Я прекрасно помню, как мы с детства добирались до Саратова через различные ухабы и буераки. В Саратовской области продолжают строить масштабные развязки. Автомобилисты скоро забудут о проблемах в Сенотском и Сином. Будут расширяться. Советы и помощь грамотных специалистов мне необходимы. Саратовские предприниматели открывают магазины за пределами нашего города. Какую помощь им окажет государство? Ищут могилы тех, кто сражался за родину. Посмотри. Да, со звездой упавшая. Участники акции «Саратовский некрополь» снова пришли на Воскресенское кладбище. Саратовцам разрешат гулять в парках и скверах. Запрет в нашем регионе снимается 22 июня. Соответствующее решение принял оперативный штаб области. Что касается остальных действующих ограничений и запретов, они продлены до 30 июня. По-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия. Не отменяется и масочный режим. В регионе 13 районов области в красной зоне, где больше 100 заболевших. Тем не менее, на сайте мэрии появился официальный документ с утвержденным планом снятия в Саратове ограничений. Сейчас специалисты готовятся ко второму этапу. Он предполагает возобновление деятельности отдельных образовательных организаций. Также обсудили проведение массовых мероприятий ко Дню Победы. Специалисты Роспотребнадзора с опаской высказались о шествии. Насколько я знаю, окончательное решение о проведении данного мероприятия еще на уровне правительства области не принято. Свою позицию мы озвучили, в том числе на координационном совещании и на рабочем совещании. Мы относим это мероприятие к массовым, проведение которого нежелательно. Ждут избирателей. В Саратове готовятся пункты для голосования по поправкам в Конституцию. На участках уже установили контейнеры для бюллетеней и кабинки. Особое внимание будет уделяться дезинфекции. Каждому выдадут одноразовую маску, перчатки и ручку. Будут измерять и температуру. Анна Заболуева увидела, как будет проходить всероссийское голосование. Здравствуйте. Здравствуйте. 36,1. Правильно? Пожалуйста, проходите. Благодарю. Сначала померить температуру, а уже после отдавать свой голос. Такие правила пока будут действовать на всех избирательных участках. Сейчас они готовятся к приему тех, кто придет голосовать за поправки в Конституцию. Каждому выдадут одноразовую маску, перчатки и ручку. При входе поставят дезинфекторы и положат коврики для обработки подошвы. Сейчас у нас готов штаб, где мы принимаем наших избирателей и выдаем открепительные заявления. Компания начала работать с 16 числа по 21 число, включительно до 14.00. С 25 числа у нас начнется голосование, которое будет проходить как на нашем участке, так же около домов и вне помещения. Только на этом избирательном участке ожидается более двух тысяч человек. Кстати, проголосовать люди могут и из дома. Своё мнение можно выразить с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Всероссийское голосование пройдет 1 июля. У нас сейчас акция проходит «Твой голос вас». На расстоянии у нас тут написано о вирусных инфекциях, информация. А здесь поправки в Конституцию, которые будут носиться. Пока на участках готовятся к приему людей, волонтеры на улицах рассказывают всем желающим о поправках в Конституцию. Раздают листовки, брошюры, наклейки на телефоны и отвечают на все интересующие вопросы. Граждане зачастую не знают, в какие статьи вносятся изменения. Они интересуются, какие блоки поправок существуют. Интересуются по каким-то конкретным поправкам. Им очень часто спрашивают и задают вопросы по поправкам, связанные с минимальным размером оплаты труда, а по поправкам, связанные с реформированием системы здравоохранения. Информационные площадки работают всего несколько дней. Но, как рассказывают сами волонтеры, к ним за консультацией уже обратились более 40 тысяч человек. Волонтеры работают во всех районах Саратова и в Энгельсе. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов-24. Пробки останутся в прошлом. В Саратовской области продолжают строить масштабные развязки. Работы ведутся сразу в двух районах – в Сенотском и Сеном. Стоять на переездах там больше не придется, так как появятся многополосные эстакады. Эти два участка на слуху у многих водителей. Там из-за пересечения железной дороги и трассы нередко случаются километровые пробки. Роман Базан знает, когда развязки достроят. Воскресенский район – село Сенотское. Здесь вовсю идет масштабная стройка. Рабочие возводят путепровод через железную дорогу. Автомобилисты это направление знают не с лучшей стороны. Часами простаивают на переезде. Здесь уже эстакада готовая под расширение четырехполос. Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с рабочими, как идет строительство. Дорожники трудятся в Сенотском уже год. За это время успели многое. Сейчас монтируют пролеты будущего путепровода. Частично уложили асфальт на дорожных подходах. Специалисты от графика не отстают. Уже к концу осени сдадут новую эстакаду. Работа вблизи действующих железной дороги. Есть определенная опасность, скажем, пересечения людей. Ну и работа над железной дорогой. Там, где контактная сеть, электрофицированная железная дорога. Поэтому, ну, опасная зона, скажем так. Поэтому есть определенные сложности. В 25 километрах от Сенотского еще одна масштабная стройка. Это уже Больский район, поселок Синой. Здесь такая же проблема. Переезд и узкая дорога. Федерального финансирования для строительства этих развязок добился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это повысит качество и безопасность дорог. А также решит многолетнюю проблему дорожных заторов. На переездах вереницы из фуры легковушек тянется на километры. Я, например, сам с Хвалынска. И я прекрасно помню, как мы с детства добирались до Саратова. Через различные ухабы и буераки по разбитым дорогам. Мы то, что сейчас на дорогу уходят три часа, а то и меньше. А учитывая переезда, иногда можно встать на два часа, на сорок минут. И совсем скоро мы будем жить уже в другой реальности, когда мы забудем, что такое Синовский переезд. Эти федеральные дороги, проект Вячеслав Вячеслав Володин был передать их на федеральный уровень. Он тогда уже, несколько лет назад, понимал, что это перспектива развития области на несколько десятилетий вперед. Коллеги, вы посмотрите, четырехполосные трассы пришли в наш регион, в нашу область. Это безопасные дороги. Это прежде всего экономика. Это прежде всего рабочие места. Это прежде всего заработная плата тех, кто работает на дорогах, кто строит, кто обслуживает дороги. Большой ремонт может начаться в Балакове и его пригороде. Дорогу от трассы на Сызрань через райцентр и до атомной электростанции также передадут на федеральный уровень. По инициативе Вячеслава Володина. Сейчас документы проходят экспертизу. 37 километров и до 6 полос. Дороги передаются на федеральный уровень. Значит, это будет финансироваться из федерального бюджета. И в нашем областном бюджете освобождаются деньги для строительства межрайонных дорог. Сегодня же стало известно, что региону выделят еще 150 миллионов рублей. Деньги из резервного фонда федерального правительства. Будет приведен в порядок еще один участок дороги. От Воскресенского до Сенотского. Роман Базан, Олег Биряков, Саратов, 24. Город с высоты. В Саратове готовят к открытию две новые смотровые площадки. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Одна из зон отдыха будет располагаться в районе старого аэропорта. Обустройство площадки стало возможным благодаря закрытию автостоянки. Землю передали в собственность города и теперь территорию приводят в порядок. Место обещает стать одним из самых красивых в Саратове. Специалисты уже приступили к самой сложной части реконструкции – монтажу подпорной стенки. Проверить ход работ приехал глава города Михаил Исаев. Он сообщил, что работы идут по графику и проблем со сдачей объекта быть не должно. На сегодняшний день произвели и производят, продолжают бетонировать подошву, потом опалубка подпорной стенки. То есть работы ведутся согласно графику. Погода позволяет, материалы есть. Еще одна смотровая площадка появится в парке Победы. Долгое время территория находилась в запущенном состоянии, но уже в скором времени место изменится до неузнаваемости. Здесь установят новые скамейки, шезлонги, новое освещение, обустроят велопарковку. Также в зеленой зоне не только сохранили все имеющиеся деревья, но и высадили новые. Это каштаны, тополи, березы и сирень. Это очень интересный проект, который будет реализован для того, чтобы горожане и гости нашего города имели возможность любоваться нашим городом в дневное вечернее время. Оно будет удобно, оно будет с освещением, с теневой зоной, с брусчаткой, с плиткой, с лавочками, где можно проводить комфортно время нашим горожанам. Как уточнил глава города, обе смотровые площадки планируют открыть ко дню города. Всего же в Саратове обновят 10 различных территорий в рамках нацпроекта. Работы завершат до середины осени. Среди объектов и сквер на второй садовой. Сейчас там трудятся бригады строителей. Выравнивают будущие пешеходные дорожки. Вдоль зеленой зоны уже установили высокие бордюры. Это чтобы земля во время дождя не попадала на проезжую часть. В этом году мы в рамках комфортной городской среды, национального проекта, проводим благоустройство сквера, который расположен на второй садовой, до сквера борцов революции 1905 года. Сейчас работы идут там полным ходом. Подрядчик планирует завершить ее уже в конце июля полностью. Этот сквер. Там будет организована и площадка детская, тропиночная сеть дорожная, тропиночная сеть озеленения предусмотрена. Предусмотрена велодорожка. Также работы полным ходом идут и в самом сердце города, на площади Кирова. Пока коммунальщики меняют гнилые трубы, строители укладывают новую тротуарную плитку. Она прочная и устойчива к морозам и жаре. Площадь немалая, как три футбольных поля. По проекту здесь появятся новые энергосберегающие фонари и больше зелени. На площади Кирова специалисты высадят 250 деревьев и кустарников. Прервемся на прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем мы продолжим подводить информационные итоги недели. Будут расширяться. Советы и помощь грамотных специалистов мне необходимы. Саратовские предприниматели открывают магазины за пределами нашего города. Какую помощь им окажет государство? Ищут могилы тех, кто сражался за родину. Посмотри. Да, со звездой упасть. Участники акции «Саратовский некрополь» снова пришли на Воскресенское кладбище. Задумались, как получить дополнительный доход? А я его уже 7 лет получаю в кооперативе «Гарант Кредит». Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш «Гарант Кредит». Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Телефон в Саратове 906-444. В этом году компании исполнилось 17 лет. От всей души поздравляем с этой датой и желаем успехов и процветания. Здравствуйте. В воскресенье 21 июня, в день летнего солнцестояния, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове переменную облачность. Местами возможен небольшой дождь с грозой. Ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Днем до плюс 34 градусов, а ночью до плюс 15. Партнер прогноза погоды – торговый дом «Левша». Низкие цены и широкий ассортимент. Покупая сантехнику и плитку. Вы получаете скидку. Телефон в Саратове. 77 12 15. Торговый дом «Левша». Большой выбор керамической плитки, сантехники, мебели для ванной, радиаторов отопления, котлов и много другого для ремонта по низким ценам. Гибкая система скидок и бонусов для каждого покупателя. «Левша». В Саратове и Ингресе также возможен небольшой дождь. Температура днем до 28 градусов, а ночью до 17 выше нуля. Атмосферное давление – около 752 мм в ртутную столба. Предки считали, что с этого дня наступает пора летних гроз. А спонсор прогноза погоды – завод по производству современного строительного материала «ДСК ГРАЗ». Газобетонные блоки. Это прочно, тепло и экономно. Телефон в Саратове 39 39 40. Всем всего доброго. Берегите себя. До встречи. Стеновые блоки «ГРАЗ». Эксклюзивный блок для вас. Экономия тепла. Рады будет вся семья. Прочность блока высока. Стройте с нами на века. Радуем новинкой вас. Покупайте только «ГРАЗ». 39 39 40. О криминальных новостях расскажет официальный представитель Главного управления Министерства внутренних дел России по Саратовской области Анастасия Захарова. Здравствуйте, Анастасия. Вам слово. Спасибо, Полина. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления ВД России по Саратовской области обнаружили складское помещение, где хранилось более 280 тысяч пачек сигарет без маркировки. В ходе оперативных мероприятий в Ленинском районе города Саратова сотрудники полиции задержали двоих местных жителей. Предварительно установлено, что товар реализовывался в нескольких районах города через розничную сеть, состоящую из 15 торговых точек. Всего в помещении склада и на объектах торговли изъято более 300 тысяч пачек немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 43 миллионов рублей. Фигурантам избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование уголовного дела продолжается. Вскрывал машины. В Солнечном задержан мужчина, который воровал аккумуляторы из местных автомобилей. Вычислить злоумышленника удалось благодаря видео, которое сделала одна из местных жительниц. На кадрах видно, как молодые люди подъезжают к припаркованной машине и открывают капот с помощью инструмента. Один из них пытается скрыть лицо с помощью капюшона, другой надев медицинскую маску. На данный момент оперативникам удалось установить личность одного из преступников. Второго сейчас разыскивают сотрудники полиции. По предварительной информации, в общей сложности установлена причастность злоумышленников к семи кражам. Привлекался уже? Да. Как вы, кстати? С 38-й, чисто 3-я. Когда? В 2016 году. Первый эпизод у тебя с аккумулятором или уже был? Был до этого. Ну, когда? В этом году? В феврале месяце. В этом году? Ну, да. Ясно. Признаешь свою вину? Конечно. Раскаиваешься? Очень раскаиваешься. Их никогда не подводит их нюх. Накануне Дня кинологических подразделений в полиции Саратова наградили лучших кинологов и их подопечных. 10 ноября 2017 года в нашем городе был создан Центр кинологической службы, где сейчас содержится более 60 собак различных пород, среди которых больше всего овчарок, но есть еще и ротвеллеры и лабрадоры. Надежда Новикова узнала, на что способны служебные собаки. Догнали, обезвредили и облаяли. Так могут только служебные собаки. Накануне Дня кинологических подразделений в полиции города прошла церемония награждения лучших сотрудников, а также показательные выступления. Собаки ловили сбежавших преступников, а также спасали конвой от нападения. В основном в городском Центре кинологической службы содержатся овчарки, но есть еще и ротвеллеры с лабрадорами. Всего более 60 четвероногих. После прохождения первоначальной подготовки в Центре кинологической службы, служебная родственная собака вместе с кинологом направляется в специальную школу МВД России, где в течение, в среднем, около полугода проходит обучение служебная родственная собака. В зависимости от своих направлений, характера, она проходит обучение на одной из направлений деятельности. Это или родственная собака, или наркотики, или взрывчатые вещества. Сюда, гуляй, гуляй, девочка моя. Никакого командного тона, только ласковый голос. Старший инспектор-кинолог Дмитрий Белокопытов благодарит Берту за работу. Служебную собаку ждет обед. Эта немецкая овчарка работает по направлению розыск, по запаху и следам. Оно является наиболее сложным и трудоемким, поскольку служебной собаке необходимо взять ранее неизвестный ей запах с участка местности или с предмета. Было убийство женщины. Было все заслежено. Было много народу, зеваки, сотрудники полиции. Но нам удалось все-таки. Мы применили собачку на площадке парковки небольшой на улице Соборная, где Берта проследовала по следу и обнаружила орудие убийства, нож. За время существования центра с использованием служебных собак раскрыто более сотни преступлений. Недавно в полиции города появилась овчарка, которую обучили поиску по следам крови и останкам тела. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. И в заключении хочу напомнить вам простые правила финансовой безопасности. Никогда и никому не сообщать о своих персональных данных, в том числе данные банковской карты. Если вы все же стали жертвой преступления или его очевидцем, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 с мобильного 102. Это был обзор событий за неделю. Новая информация уже в следующие выходные. До скорой встречи в эфире. Спасибо, Анастасия. О криминальных новостях рассказал официальный представитель главного управления внутренних дел России по Саратовской области Анастасия Захарова. Продвигать экопродукцию. Такой целью задались саратовские предприниматели. Они организовали в городе первый магазин, где можно купить бытовую химию и косметику на разлив. Пока работает только одна точка, вскоре планируют расширяться. За помощью обращаются к государству. В рамках национального проекта им выделяют деньги и помогают консультации. Анна Заболова отправилась в магазин и узнала, какие эко-товары начнут продавать саратовские предприниматели и в других городах. Один из самых популярных товаров – это у нас вот такие фруктовочки. Они являются альтернативой фасовочным пластиковым пакетам. То есть люди покупают в них фрукты, овощи, они не рвутся. К ним идут не за товаром, а за экологией. Первый в Саратове магазин без упаковки работает чуть больше полугода. Владельца Анастасия рассказывает, идея продавать экопродукты без стары пришла к ней около года назад. Теперь в магазин к девушке каждый месяц приходит около 400 покупателей. У нас есть большая тара, из которой мы набираем моющие средства, вашу баночку. Набираем ровно столько, сколько вам нужно. К Анастасии саратовцы приходят со своей тарой. Набирают крупы, специи, бытовую химию и косметику. Платят только за товар, вес баночки не учитывается. Помимо этого можно купить безвредные губки для мытья посуды или домашний шоколад. Здесь можно не только экологично закупиться, но и сдать материалы на переработку. К примеру, пластиковые крышечки или батарейки. В магазине из чеков делают бумагу. Из нее потом получаются эко-блокноты. Сейчас в планах у Анастасии расширить свой бизнес. Девушка хочет открыть еще один магазин без упаковки. Но, говорит, из-за пандемии клиентов стало в два раза меньше. Поэтому денег на создание франшизы не хватает. За помощью Анастасии обратилась в бизнес-центр. Деньги предпринимателю выделяют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Я понимаю, что я совсем молодой предприниматель и опыта у меня мало. Поэтому советы и помощь грамотных специалистов мне необходимы. Я бы хотела, чтобы мой бизнес, центр оказал нам такую помощь, как консультации более грамотных специалистов, которые могли бы подсказать, готов ли наш бизнес к упаковке франшизы. И если готов, то оказать услуги разработка, например, брендбука или книги в франчайзе, составление бизнес-плана. Упаковать франшизу саратовские предприниматели смогут абсолютно бесплатно. Достаточно подать заявку на сайте центра предпринимателей. Специалисты окажут помощь по всем направлениям. Работа проведена с ними предварительно. Потом будет по чек-листу определено, готово ли предприятие на то, чтобы его франшизу упаковали и запустили в жизнь. И после этого уже будет отобрано фактически 10 человек или 10 компаний, которыми будут уже заниматься более предметно. Более тысячи саратовских предпринимателей получили помощь от центра только за этот год. Обращаются как за консультацией, так и за финансовой помощью. К примеру, в рамках нацпроекта существует премия в размере 100 тысяч рублей на продвижение бизнеса. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов-24. Ищут могилы тех, кто сражался за родину. Участники акции «Саратовский некрополь» снова пришли на Воскресенское кладбище. Журналисты «Саратов-24» опять будут облагораживать места захоронений, которые заброшены. Присоединиться к акции может каждый желающий. Надежда Новикова узнала, что нашли авторы акции на могиле, которую привели в порядок в прошлом году. Смотри со звездой. Давай посмотрим ее. Посмотри. Да, со звездой упавшая. И там двое причем сразу. Там дедушка и дедушка. Они снова в поиске могил. После снятия ограничений акция «Саратовский некрополь» получила свое продолжение. Журналисты «Саратов-24» с представителями благотворительной организации «Биосфера» в этот раз будут благоустраивать места захоронения не только известных саратовцев, но и участников Великой Отечественной войны. Предстоит серьезная работа с архивом. Самая сложная, скажем так, часть работы, потому что многие данные утеряны в архиве. Предстоит работа как и с архивом кладбища, так и с областным архивом. Мы будем искать информацию о ветеранах. Я думаю, даже в интернете, возможно, какие-то родственники откликнутся и расскажут нам о своих предках. На Воскресенском кладбище покоится около миллиона человек. Мест захоронения тех, кто сражался за родину, здесь достаточно. Ольга Быкова на погосте навещает могилы своих родных, в том числе и крестного своей матери, участника Великой Отечественной. Табличка с могилы давно исчезла, даже дат на надгробии не видно. Люди, которые воевали, но у них не осталось родственников. Вот у него сейчас сын уже умер, никого у него нет. Маме моей он приходится крестным. Вот мы немножко ухаживаем за ним. Очень много могил заброшенных, они зарастают. Вообще и крестов не видно, и звезд. Еще у ветеранов в основном звезды еще в советских времен. И звезды уже все поспилены. В общем-то, конечно, хотелось, чтобы восстановили. Хотя бы звезды. Присоединиться к акции «Саратовский некрополь» может каждый желающий. Журналисты «Саратов-24» надеяться на помощь художников и общественных деятелей. Кстати, в этот раз на Воскресенском кладбище авторов акции ждал сюрприз. Вернул фотографию, смотри. Да ты что! В прошлом году так сокрушались, что фотографий нет. Хотели по весне новую делать. Нашли какую-то старую-старую фотографию. Думали овал заказать. А кто-то вернул фотографию, принес овал. А неизвестно кто вообще. Сюрприз, да? Ну, естественно, нет. Конечно. Здорово. Поставили, даже не прикрутили. Ну, видишь, отмыли ее. На могилу администратора цирка, театров и филармонии Михаила Каплана, которую облагородили во время первого сезона акции, неизвестные положили фотографию. Этот овал с надгробия считали уже пропавшим. Теперь участники акции «Саратовский некрополь» смогут прикрепить фотографию на место. Таким образом, завершив начатое еще в прошлом году. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. Таковы главные новости этой недели. Я же с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова